Всем привет, это канал 1000 штук. Сегодня у нас здесь куча разных смарт-девайсов, а также у нас колбаса. А это значит, мы будем проводить в этом видео определенный тест и посмотрим, замеряют ли пульсометры этих устройств пульс у вот этой вот колбасы. Погнали! Итак, для начала давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть Amazfit GTR, у нас здесь есть Galaxy Watch Active 2, у нас здесь есть, это у нас что, DT номер 1, у нас здесь есть Mi Band 3, вот я четвертый не нашел, к сожалению, есть Amazfit Bip. Есть еще сейчас валяется на зарядке Mi Band 2 и некий чудо-ноу-нейм браслет. Браслет, сейчас вот посмотрю коробку, вот такой вот браслет, на него я сделаю в ближайшее время еще обзор, это вообще 3 копейки цена, 4 евро он стоил. Также я скажу еще такую вещь, что я изначально кинул на зарядку вот этот вот девайс, это Huawei 3E. И только потом, когда он зарядился, я обнаружил, что у него нет пульсометра. То есть, насколько вот все-таки привыкаешь, что пульсометр это абсолютный такой must-have на любом девайсе и совершенно забываешь о том, что бывает, когда его нет. Очень жаль. Итак, давайте откроем колбасу и посмотрим, что у нас в результате получится. Но вначале я бы хотел рассказать, каким образом работает вообще оптический пульсометр. Сенсор состоит из светодиодов, испускающих свет и датчиков, которые регистрируют уровень отражения. Значит, светодиоды у нас используются зеленые по той простой причине, что кровь у нас красная. То есть, это самое лучшее сочетание для получения максимально точных результатов. Кожа человека содержит много тонких капилляров, которые наполнены кровью. И в момент, когда сердце сокращается, давление крови повышается и она активнее поступает в сосуды, значит поглощает больше света. Датчик это регистрирует и путем подсчета количества таких всплесков за минуту, смарт-часы или браслет определяют, собственно говоря, частоту сердечного ритма. Эти датчики, понятное дело, не без греха, у них есть определенные проблемы, но эти проблемы должен решать программно уже производитель девайса. Это как раз речь о том, чтобы они не замеряли вам пульс стола, колбасы и так далее. Ну а теперь давайте погнали, распаковываем колбасу и вперед. Ну что ж, вот она наша колбаса, распаковали, значит очистили, чтобы все было по-честному. Поэтому я предлагаю начать с девайсов подешевле, начнем давайте вот с Mi Band 3, посмотрим, что с ним получится, если получится. Значит вот так вот я его возьму, давайте вот, чтобы потуже его держать, вот так вот. Так, как у нас здесь включался пульсометр, а и вот, и держать. Начинается замер пульса, Mi Band 3. Mi Band 3 пульс не замерил, давайте вот для чистоты эксперимента все-таки попробуем. Я замерю пульс на руке, посмотрим. Колбаса у нас пока получается не живая. Вот, конечно, такие ремешки. Так, давайте. Так, и... Смотрим. Пульс 88 работает. Значит, Mi Band 3 пульса у колбасы не обнаружил. Откладываем. Так, давайте, что у нас дальше. Давайте Amazfit Bip. Мне прям, прям даже интересно. Так, прикладываем хорошо, да? Так, вот покажу. Плотно, плотно приложено. Так, в статусе, да, была такая тема. Да, вот пошло измерение, приложено плотно. Все. Я думаю, что он не замерит. Производитель один и тот же. Ну, не должно быть прям так трагично все. 92. Так. Amazfit Bip. Пульс у колбасы есть. 92 удара. Это, конечно, интересный результат. Давайте попробуем еще разок. Я, честно говоря, думал, что... Все-таки производитель один и тот же, да? Худо, бедно. И не будет такой проблемы. Но нет. Amazfit Bip у нас колбасу оживил. Ну, что там? Должен завибрировать, когда будет готово. Или экран выключится, значит, он не смог замерить в этот раз. Как-то долго, да. Я думаю, что в этот раз он не замерит. У нас Amazfit Bip пока остается, скажем так, посередине. Значит, Mi Band справился отлично. Amazfit Bip у нас под вопросом. Давайте, что мы возьмем теперь? Давайте возьмем... Давайте перейдем на девайс подороже. Давайте возьмем Amazfit GTR. Так. Прикладываем вот плотно, хорошо. Здесь у нас это где было? Вот. Идет процесс измерения. Тоже, кстати говоря, производитель Huami. Дочерняя компания Xiaomi, да. Ну, давайте посмотрим, как у них с этим делом обстоит. Вообще интересно. Мне бы такое в голову не пришло, но столько видео на YouTube на эту тему, что грех не попробовать. 105. Прекрасный результат. Колбаса живая. Значит, GTR однозначно. Тут уже... Ну, я даже не так. GTR замерил пульс сразу с первого раза. Вторую попытку даже можно не делать. Давайте, что... Давайте возьмем Mi Band 2. Так. Mi Band 2. Значит, здесь такая проблема, что он у меня очень старый. На экране почти ничего не видно. Так. Вот. Замеряем. Ну, вот что-то видно, да, немножко, что он... Да. И пульс он не замеряет. То есть, Mi Band 2 стабильно пока показывает хороший результат. Теперь посмотрим, давайте, ноунейм браслет. Так. Ноунейм браслет за 4 евро. Вот пульсометр у него есть. Чтоб потом не было вопросов на этот счет. Так. Прижимаем к колбасе. Держать, наверное, надо, да? Да. Вот он начинает мигать. Сейчас вы видите, что за 4 евро у вас даже цветной экран. Ну, я надеюсь. Этот, кстати, браслет мы на руке еще перепроверим, потому что я им вообще не пользовался никогда. Но сейчас посмотрим. В общем, если он пульс, конечно, намерит у колбасы, то проверять там нечего. Да. 79. Так. Гарбич. Давайте следующий. У нас остался, в принципе... Вот что у нас осталось. Ох, скрипя сердце. Да. Скрипя сердце. Прикладываем хорошо. Так. Пульс. И измерить. Ну, как думаете? Ваши ставки. Показывает, 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 показывает. Есть сердцебиение у колбасы, по мнению Samsung. Но какое-то такое тахикардия или что-то фибрилляция, я не знаю. Нестабильная. Ну, то есть, это, конечно, программная дребедень. О! Друзья мои, все в порядке. Давайте еще раз попробуем. То есть, он не считает это пульсом. Это прекрасная новость. Ну, давай-давай, Samsung, не подведи. Да, я думаю, что сейчас он опять покажет, что нужно очистить датчик. Да. Все нормально. И чтобы потом никто ничего не говорил на тему того, что я тут всех обманываю. Да. Вот я на руке прижал. Вы видите, что сразу же стабилизировалась эта линия. Вот, 87. Видите, все по-честному. Итак, давайте подведем итоги. Так, значит, у нас полные аутсайдеры. Этот дешевый браслет за 4 евро намерил пульс однозначно. Пульс однозначно намерил Amazfit GTR. И, кстати говоря, друзья мои, я совершенно забыл про вот этот девайс. Давайте попробуем вот это чудо техники. Так. Это как вообще тут делается? Так, и замеряем пульс. Это у нас ДТ номер 1. Чудо-часы тоже, кстати говоря, очень недорогие. 80, 82. Ну, тут вообще она живая колбаса. 81. У нее еще и пульс меняется. В общем, все. Тоже в гарбич. Итак, теперь уже можно точно подвести результат. 4 евро браслет замеряет пульс у колбасы. Как ни странно и очень грустно, Amazfit GTR замеряет пульс у колбасы. К этим часам вопроса нет. Они замеряют даже вот они просто так что-то показывают. Просто вот вообще ничего нет. Они все равно показывают. Это пульс воздуха. У нас живой воздух. Примерно 72-71 вот удара. В общем, они просто что-то показывают. Им все равно что. То есть, нет проблем никаких. Вот, можно поставить палец. Особенно ничего не меняется. Ну, то есть, это, конечно, до свидания. Вот эти два, это вообще гарбич. А вот с этим девайсом очень странно. Amazfit Bip. У нас показал один раз пульс. Второй раз не смог измерить. Но это такой вариант. В общем, я, конечно, склонен, что если уже один раз измерил, то идет туда же. И наши победители. Как ни странно, это Mi Band 2, Mi Band 3. И честь и хвала Samsung. Это Galaxy Watch Active 2, который пульс не замеряет. Считает, что грязный датчик. То есть, все-таки, не зря вы платите деньги. Хотя, конечно, тут два дешевых девайса. Но из часов только единственные, которые показали нормальный результат. Так что, вот такой вот тест, дорогие друзья. Вот положу сюда нашу колбасу. Ставьте лайк этому видео. Проводите свои эксперименты. Пишите мне в комментариях, что у вас получилось. А так я вам скажу, что вы должны понимать, что оптический пульсометр, он имеет определенную погрешность, определенные проблемы, которые надо учитывать. В частности, во время тренировок, все вот эти девайсы, включая, кстати, и GTR, и Bip, они показывают достаточно неплохие результаты. Но, что есть, то есть. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И пока-пока. Продолжение следует...